Павильон вошел в десятку самых привлекательных и нестандартных на выставке. Именно так посчитали в итальянской консалтинговой компании. Дизайн с изюминкой, а точнее с колесом, символом водяной мельницы, привлекает множество тысяч посетителей ежедневно. Экспозиционная часть, и магазин, и ресторан предлагают всем посетителям широкий спектр возможностей. Как узнать от Беларуси, так и ее попробовать. А также прикупить наши традиционные сувениры из соломки, из лозы, из льна. И, конечно же, большим спросом пользуется у нас березовый сок, который для итальянцев является тоже открытием. Не меньшим открытием для иностранцев стали блюда нашей национальной кухни. Девиз нынешней выставки «Экспо накормить планету» в белорусском павильоне воплощают в жизнь два шеф-повара из Минска. Начинаешь объяснять, соответственно, подачу этого блюда. И люди заказывают и вторую, и третью порцию, приходят и по два раза под хорошую закуску. Естественно, заказывают наши бальзам, водка, настойка, чаи травяные. В белорусском павильоне представители иностранного бизнеса интересуются экономическим потенциалом нашей страны. Как итальянская делегация обсудила на форуме с представителями Брещины перспективы сотрудничества. В свободной экономической зоне Брест создается итальянский промышленный округ. Мы приглашаем итальянских бизнесменов, которые уже заинтересованы работать в Белоруссии. Это страна, которая открывает большие возможности. Выход на рынки России и Казахстана, а теперь еще и Армении. И дает при этом большую стабильность и лучшие условия для работы, чем это могут предложить те же Россия или Казахстан. Это целый комплекс условий, целый комплекс факторов, которые делает инвестирование в СЭС Брест выгодным. Это и географическое положение, это и наличие трудовых квалифицированных кадров. Это, естественно, тот льготный режим, которым пользуются предприятия в свободной экономической зоне. Это льготное налогообложение. Тех же, кто далек от бизнеса, больше интересует образ жизни белорусов, достопримечательности и туристические возможности региона. Я практически ничего не знала о Беларуси, и мне было очень интересно. Все ярко, красиво оформлено. Я увидела, что это зеленая страна с развивающимся сельским хозяйством. А еще у вас красивые пейзажи и люди. Это страна, где точно стоит побывать. Администрации павильона удалось подсчитать. Ежедневно на фоне «Колеса жизни» фотографируется около 30 тысяч человек. В течение полугода работы выставки белорусский павильон представит своим посетителям все регионы страны, проведет несколько международных форумов. А значит, множество посетителей экспо узнают о Беларуси и, возможно, захотят там побывать. Ольга Новик, Анатолий Зинкевич. Наши новости ОНТ.